привет здесь можно посмотреть и послушать такую тему что он думал о вас сегодня я буду делать расклады на ангелах любви это будет общий расклад и это мой метод варианты в раскладе то то есть будет видно что он думал о вас сегодня и это очень важно узнать иногда мы даже думаем как называется daydreaming подсознательно все будет видно и сознание подсознание и вообще к чему эти мысли переведут и зачем эти мысли нужны были ему вот это будет видно на раскладе что он думал о вас сегодня это будет расклад актуален для всех независимо от того отношениях вы или нет потому что о вас будет думать тоже человек с которым вы будете счастливы в будущем опять же независимо от того знаете вы друг друга или нет поскольку во вселенной нет времени там все происходит одновременно и прошлое и настоящее будущее поэтому здесь может быть для девочек кто себе ищет новые отношения либо же для тех кто кто в отношениях и или поссорился или он молчит найти если долго вместе иногда даже мы как бы не очень так и разговариваем да но будет видно что он думает и и думал о вас сегодня и таким образом мы сможем посмотреть его отношение к вам если возьму одну карту вот вот эту да и она у нас будет просто где-то здесь ждать это будет вот итог совет а сейчас вот в этом раскладе будет видно я вам все расскажу это экспресс расклад он не длинный и для тех кто смотрит для себя независимо от возраста и особенно независимо от того когда вы нашли кстати расклад потому что мои расклады как старое вино если кто же знает мое это выражение то они лучше даже становится со временем это же не блок моей жизни это расклад для вас правда поэтому как намоленные иконы чем больше он люди вкладывают него в него любовь хотят любви тем больше расклад резонирует и тем более он актуальный потому что расклады они работают вот как они показывают то чего вы не знаете и показывает то что может сделать вас счастливее обязательно у меня так всегда а также расклады всегда показывают вам его его мысли его чувства его действия а также это может привести к вас к большему взаимопониманию поскольку когда вы смотрите расклад он на эзотерическом уровне смотрит его тоже и так что же он думал о вас сегодня каждая эта карта она добавит в общий такой котел любовного зелья мы здесь вами делаем любовное зелье и каждая карта говорит правду его правду о том что он думал о вас сегодня знаете есть такое выражение но очень классное оно знакомо вот там где я поэтому я его на английском вам скажу а потом сразу переведу да оно так идет ай но мэй трус и ай респект мэй трус я знаю мою правду и я уважаю мою правду я с уважением отношусь к моей правде здесь мы узнаем его правду о вас что на вас думает во первых он планирует свадьбу с вами если вы женаты он хочет обновить вашу свадьбу знаете это может быть ритуал в церкви такой ритуал проводится если в религиозные люди иногда но как серебряных золотой свадьбе так далее но я хочу сказать что мы каждый день эзотерически обновляем с друг с друг другом отношения когда мы приходим домой и говорим друг другу привет как был твой день мы обнимаем друг друга или обнимаем просто взглядом заботой заботой с уважением смотрим друг другу в глаза дотрагиваемся до друг друга телесно или духовно или душевно или эмоционально и вот эта карта свадьба если вы сженаты давно или недавно эта свадьба карта говорит что он всегда видит и будет вас видеть как своей любимой как той женщиной которой он дал обещание и все вот внутри у него есть это благородная струнка мне кто-то написал почему вы так хорошо о нем говорите а потому что он хороший человек если даже внешне в нем есть вы видите какие-то шероховатости судьба его исказила искривила изуродовала мы здесь раскапываем его сущность потому что вы его любите раз вы его любите есть надежда что у вас будет все хорошо с ним но я пока карту за картой до ним понемногу вам доношу его правду что он думал о вас сегодня карта свадьба говорит о том что может быть планировал свадьбу может быть планировал свадьбу ваши детей если вы взрослые или вспоминал что он думал о вас сегодня он мог вспоминать вашу свадьбу мог вспоминать какое было счастье когда вы только познакомились и когда между вами были отношения ли или когда вы женились именно тот день он мог вспоминать ведь расклад когда выкладывался тема была такова что он думает обо мне сегодня и сегодня он вспоминает свадебный день он вспоминает его если он был в прошлом или он вспоминает его если он будет в будущем и вы понимаете меня да поскольку в эзотерике это все происходит одновременно это очень хорошая карта она говорит о его любви к вам вот и все вот просто о любви к вам что он думал о вас сегодня карта playfulness говорит о том что думал вот как с игрой да немножко как будто думал как как хорошо бы игривать такая ласковая игривость между влюбленными думал игре во вас вспоминал самые игривые моменты вашей жизни вот вспомните наверняка где-то вы в лесу с ним гуляли и там вы обнимались это может быть что-то еще было больше чем только обнимались и вот это именно тот момент он вспомнил в тот момент когда ему особо было тяжело в этот день сегодня а ведь у нас у всех есть моменты в день когда мы кризис какой-то дня до кризис без бывает же и одного дня а когда кто-то нас крикнул что-то пошло не так или на работе или самочувствие что-то где-то заколола заболела голова захотелось прикрыть глаза и войти во внутрь себя и в этот момент он вспомнил вас ваше легкое прикосновение вашу нежную кожу он вспомнил ваш нежный запах он вспомнил как вы играли с ним вместе и может быть это ваша юность но кстати юность она если вспоминается она может быть в любое время жизни что он думал еще вас сегодня под следующая карта you deserve love ты заслуживаешь любви он сегодня подумал о вас ты заслуживаешь моей любви ты заслуживаешь вообще любви и я теперь буду не такой дурак как раньше был я теперь дам тебе ту любовь которую ты заслуживаешь а это любовь самое лучшее самое искреннее ты заслуживаешь любви смотрите какая здесь бурная вода на карте он сказал сам себе моя любимая заслуживает любви какой я был черствую как я не мог дать ей любви и вот у него есть детская травма я это сразу вижу потому что когда он с вами он не может ее проявить потому что родители к сожалению стоп остановили это блокировали это проявление любви понимаете он не может ее проявить вот такой как закон подлости называется когда он с вами он какой-то как не знаю как бревно что ли у некоторых не у всех девочки у некоторых да я же говорю это будет варианты вот здесь даваться в процессе расклада расклад общий конечно у меня всегда только общее раз для только делаю общий расклад и поэтому послушайте это будет для тех девочек с которыми резонирует он может быть с вами быть не особенно чувственным холодноватым таким да а вот когда он без вас днем на работе или какие-то другие дела у него он думает о вас вот в сто раз нежнее чем он может это проявить и он думает да сейчас приду вот сейчас все проявлю эти чувства и даже в фантазиях своих он очень даже горячий любовник но к сожалению вот у него это только фантазиях бывает да потому что блок стоит над проявлением любви здесь стоит блок у него будет ли лучше обязательно потому что все эти три карты до сих пор сказали лучше будет обязательно вот эти во фантазии когда он фантазирует а а вас когда он там на работе ли занимается другими делами эти фантазии ему помогают со временем научиться проявлять эти чувства и и как-то освобождаться этих детских травм да что он думал о вас сегодня следующая карта не улов это новая любовь по-новому хочет вас любить по-новому ему сейчас ангелочки нашептывает на на ухо как нужно по-новому вас любить как можно увидеть вас эту красоту неземную понимаете так что он готов к новым проявлением любви для кого-то новое правление любви это будет то что он пригласит вас куда-то в приятное место или вы с ним съездите какое-то приятное место для кого-то новое проявление любви это может быть его объяснение в любви или то что он пригласит наконец вас к себе в дом и познакомит своей семьей для кого-то объяснение в любви то если вы живете вместе у вас дети уже или долго вместе он наконец скажет вам то что вы хотели давно услышать понимаете сможет это сказать потому что сейчас в нем происходят какие-то перемены как-то он внутри понимает что деньги деньгами карьера карьерами родители родителями и даже дети детьми он понимает это но самое главное у человека на этой земле у мужчины особенно это его проявление любви к женщине понимаете это самое главное у него но не у каждого мужчины тогда и вообще не каждый человек по-своему имеет свою жизненную задачу но мужчин почти у всех главное проявление его любви этой любовь к женщине потому что ребенка он не может полюбить так как женщина он не не владеет этим у него нет этого таланта это святость женской любви к к детям даже если у женщины нет детей она все равно имеет эту святость которые через поколение идет по женской линии у него нет такой у ни у какого мужчины нет такой любви он знает что ему чтобы возвыситься ему чтобы себе вот как знаете в кавычках по церковному завоевать вечную жизнь то есть стать более духовным человеком он знает для этого ему нужна любовь к женщине ему нужно посвятить себя вам и вот эта новая любовь карта говорит что он теперь по-новому будет проявлять любовь он по-новому будет с вами проводить вместе время и он по-новому здесь у многих предложит вам продвинуть отношения на новый уровень даже девочки я всегда предсказываю конкретно как вы видите карты все предсказывают конкретно и точно следующая карта называется ведь ведь вот это а это то что он думал сегодня так я устал у меня бешеный график я устал я просто уже ну не могу больше увидеть эти лица на работе они мне же тошнит от них я устал от этих бумажек или или от этих продаж я вообще устал и больше не могу идти на эту работу мне нужно в отпуск я хочу отдохнуть а больше уже вот истощился на последнем дыхании живу он так себе сегодня говорил может где-то что-то заколола девочки у него может у него что-то со здоровьем стало кстати у мужчин часто бывает да они же себя зажимают ну потому что они как бы немножко им игнорирует вот такие звоночки да на физическом уровне и он чувствует что со здоровьем уже немножко не так он чувствует что он уже не тот который был раньше не тот молодой и он сказал себе взять бы мне мою любимую и поехать бы нам в долгий отпуск а лучше вообще навсегда где-то там где нас никто не найдет видите здесь такой лес и вы вдвоем туда идете смотрите как эти карты резонируют здесь свадьба а здесь свадебное путешествие до ретрит это когда люди освежают себя они освежают свое самочувствие и он знает что сам он не хочет ехать ни в какой отпуск или никуда не хочет сам идти он хочет с вами с вами ему вот надежно и уютно он знает что от вас подлости не будет от вас не будет предательства он знает что вы свою жизнь посвятили ему и это он знает он очень благодарен по всем этим картам пяти картам он очень вам благодарен но я хочу как предсказатель спросить у вас у высших сил а правильно ли это все происходит и сейчас высшие силы мне вот открывают такую тайну для вас что где-то вы слишком себя ему отдаете на шафот видите хотела сказать опять вот второй раз у меня такое особенно с этими картами вот чудо да как карты ведут это канал карт я так хотела опять сказать отдаешь на жертвенный огонь себя жертвенный огонь любви до на жертвенник приносишь себя в жертву этой любви хотя я к вам обращаюсь тот кто меня сейчас слушает дома потому что вы нажали посмотреть а значит я к вам пришла индивидуально несмотря сколько там расклада люди посмотрели я именно к вам говорю потому что высшие силы через этот символ именно с вами сейчас говорят что ты отдаешь себя на алтарь любви но я сказала наша фото не случайно второй раз этими картами вообще да потому что не то чтобы он вами пользуется это не то слово да а просто здесь нет нет последовательности здесь нет честности вы даете ему больше чем он дает вам поэтому немножко приостановитесь здесь я вижу в этом раскладе любовь к себе и вам нужен retweet то есть отдых от службы ему вы поняли когда вы поедете с ним вместе куда-то а поэтому раскладу многие поедут в отпуск с ним займитесь немножко собой в этом отпуске а он пусть займется собой и оба вы восстановите силы и оба вы как пара станете сильнее по-новому его любите может быть по этой карте новая любовь по-новому себя любите вы заслуживаете любви к себе вот эта стрела любви стрела амура она должна лететь в ваше сердце вот она должна вернуться в ваше сердце попасть потому что не зря же я сказала эту фразу да я знаю мою правду и я уважаю мою правду даже если вы в паре вы очень тесность очень тесная связь у вас в любом случае у вас своя правда у него своя и вот эта игра заключается смысл этой игры что ласковость друг другу и в то же время ласковость себе и тогда ваш союз будет абсолютно замечательный потому что в нем будет симметрия в нем будет баланс и не будет зависимых отношений девочки у кого здесь поэтому раскладу зависимые отношениям где-то в паре они уходят и все меняется на прекрасные отношения на отношения где идет полный баланс уходят кармические отношения это расклад конечно целебный и приобретается баланс давайте теперь рассмотрим второй ряд что он думал о вас сегодня и мы идем вот так по кругу он круглый и отсюда начнем и по-английски карта звучит так пересейв фурьер лав пересейв фурью ту лав понимаете да этого человека можно любить он не предаст не обманет этого человека можно любить о котором вы себя спрашиваете сейчас за редким исключением девочки иногда мне вот опять я получила делала премьеру и была на примере и кто-то написал три года не выходят на связь он с другой три года девочки зачем вы искушаете высшие силы но понимаете нельзя спрашивать у высших сил будет ли с ним еще любовь если он три года не выходил на связь понимаете вы пропускаете свой гениальный шанс ваша жизнь она одна на этой земле в этом теле что вы делаете когда вы думаете об этом человеке спрашиваете у высших сил такой вопрос высшие силы вас слышат видят но вопрос вас ваш игнорирует потому что он несправедливый и они показывают да у тебя будет новая свадьба у тебя будет новая игра новое удовольствие у тебя новая влюбленность будет новая любовь и ты с ним будешь как одно целое партнеры а вы спрашиваете о том с которым все закончилось но это у некоторых очень редко такое бывает но и все-таки хотела бы сказать таким людям не искушайте высшие силы вы нажали посмотреть а значит вашей рукой вела сама судьба которая приведет вас к новой любви в этом раскладе понимаете дело в том что расклад показывает каждому то что нужно знать и когда вы так сильно 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 загадываете не нужно это логическое это вот это знаете человеческий этот мозг до сильно 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 загадывает высшая сила говорят зачем ты это делаешь зачем а ты расслабься ты доверься а ты позволиваешь им силам самом самим решить что для тебя лучше и это все мы покажем тебе в раскладе а я знаю что многие у многих из вас девочек все будет прекрасно я знаю что у многих он и предложит замуж он и будет с вами играть очень нежно ласково это любовная игра нежная ласковая вы заслуживаете теплой горячей любви настоящей преданной любви вас будет любовь шикарная и вы поедете даже с ним где-то и отдыхать у вас будет общий дом понимаете когда я спускаясь на второй ряд я вижу карту которая говорит его можно любить он не предаст не обманет он приличный человек потому что сегодня он думал вот что у вас я ее не придам и я ее обожаю и я сделаю ее счастливой я сделаю все чтобы она была счастлива я сделаю абсолютно все чтобы она была счастлива вот так он с вами разговаривал сегодня он хотел бы посадить вас на этого белого коня на своего коня на котором он к вам приехал это символически может эта машина какая-то его да и наблюдать как вам там уютно и вести этого коня за как называется это поводок поводок у собак забыла извините вести этого коня из и вы вы на высоте понимаете вы здесь на высоте а он внизу а раз вы на высоте здесь он думает о вас сегодня выше чем о себе он вами восхищается и думая сегодня о вас выше чем он думает о себе вы благороднее по его мнению вы умнее по его мнению вы кстати даже мужественнее потому что вы здесь на коне по этой карте она вас сегодня вот что думал она мужественнее чем я вот такое сегодня мнение о вас у было он говорил она может свиней чем я я перед ней преклоняюсь мне еще нужно для нее дорасти вот это такая карта давайте будем идти дальше что он думал о вас сегодня карта называется trust и вы знаете я не смотрела название карт но вначале сказала вам это английское выражение да я знаю мою правду трус трус трост трус да правду и я уважаю мою правду а и но мой трус она и респект мальчус и вышла карта которая называется trust или или правда правда доверься ему верь ему поверь ему поверь ему потому что он поверил в тебя а теперь тебе нужно ему сказать что вы восхищаетесь ими он выше вас то хотя он не выше вас конечно его не выше его ну это как бы очень флотерен это приятно слышать и ангел сподвинул вас это сказать и на рукаве у вас красная красный бант любви здесь я вижу что у кого-то было разлука может быть да и может быть в письмах вы ему это писали или он вам это писал если не писал так думал и эта карта говорит что он думал сегодня о вас как о своей любви вы в подвенечном платье здесь вы в белом платье он хотел бы вам сказать сегодня да и говорил но вы не слышали может быть кстати даже разговаривал с вами но вы эти слова не поняли поверь мне он вам сегодня говорил поверь мне доверься и эти девочки которые сомневаются что он любит или сомневается что может вы его ревнуете кому-то или к маме или другой женщине он вам через эту карту говорит поверь мне я не обманываю я говорю тебе правду я тебе говорю мою правду и уважаю мою правду каждый человек ведь говорит свою правду да а нам так тяжело иногда когда мы не знаем этих тонкостей философских эзотерических тонкостей нам кажется что человек должен нам сказать свою но нашу правду типа да а каждый человек когда он с нами разговаривает он выражает нам свою правду вот это он хотел вам сказать поверь доверься мне мне можно доверять следующая карта говорит тоже о том что он думал о вас сегодня кстати здесь тоже можно наверное карту выбрать или несколько и тогда вот сформируется рисунок но в любом случае высшие силы всегда рекомендуют расклад смотреть целиком потому что только так он избавки исполняется вот и все все очень просто да поэтому все это добавки одного целого и так что он хотел бы сказать сегодня вам эта карта сложная она называется андрик white at love кстати иногда говорится анрик в этот лайф и или анрик white at life но то и другое кстати правильно сказать да то есть это любовь которая была не от безответная любовь не отвечена и он бы хотел сказать что у него был случай он кстати вспомнил сегодня когда он кого-то любил а ему ответили не тем у него был вот отвержение такой в жизни когда женщина его отвергла и поэтому он хотел бы сказать почему он так себя с вами ведет почему иногда грубым бывает он не верит женщинам он может насмехаться на же а над женщинами считать их вторым сортом а на самом деле он так не считает это его внутренняя сила не в этом а внешняя оболочка вот эта внешнего оболочка основана на том что когда-то его отвергли вот видите здесь ангелы просят ее эту женщину из двух сторон ангелы так такая карта аж мороз по коже идет она такая мистическая хотя ангелы просят ее скажи да скажи да скажи да ему скажи он тебя любит скажи ему да она сказала нет ему у него он был отвергнут он кстати мог быть отвергнут родителями в детстве вы знаете он был мог быть отвергнут родителями в детстве не один раз но знаете бывает так ребенок отвергнут но не так сильно родители может его и любили но ребенок у ему вот он такой воплотился что ему нужно было больше любви больше признания а родители не могли им это дать участвовать если не знаю что нужно ребенку их это знаете мудрые родители которые бывают уже более взрослые люди мудрые если у него молодые родители например были когда-то они не дали ему любви и они его отвергли либо же это была девочка в школе в институте там да даже на работе кто-то к это коллега где-то из из его молодости кто-то отвергли его и он так хочет вам сильно рассказать эту историю и своей жизни вот кстати спросите может расскажет может он ждет когда вы спросите а вот была ли у тебя такая ситуация когда тебя отвергла женщина не торопитесь спрашивать это да это особенная ситуация должна быть да это просто в лоб ему домой пришел и бы бац потому что я сказала но тогда может быть скандал пожалуйста не берите мои слова слова буквально но так думаете если ситуация вот такая как бы подвернется и вы может вот да по душам поговорите но это не обязательно нужно делать будьте осторожны с этим у него тонкая душа нельзя ранить его душу и здесь на этой карте он сегодня вспомнил что вот эта женщина меня когда-то отвергнула и он подумал о вас подумал о вас вот таким образом а интересно а вдруг это меня вот вы да это новая женщина или с которой я сейчас тоже отвергнет когда-то поэтому он с вами иногда бывает грубый безразличный холодный он боится отвержения это я говорю для тех девочек кому нужно это услышать не для всех понимаете потому что каждый у каждому слову вот кому-то она очень нужна кому-то что-то другое нужно услышать вы меня поняли да меня поняли то есть когда он с вами холоден он просто боится отвержение особенно это касается тех кто недавно познакомился у вас такое может быть следующая карта она называется финансы и карьера думал ли его он о вас сегодня смотрите раз два три 4 5 6 7 8 8 карт любви думал как 8 частей своего дня и только одну часть он думал о финансах и карьере и он думал а может быть я бы хотел чтобы у моей любимой тоже финансы и карьера улучшились чтобы она тоже чем-то занималась любимым чтобы у нее вот вы наверно ему говорили я не могу себя найти правда вы ему говорили я не могу реализовать себя я не знаю как себя найти может вы говорили ему это потому что он воспринял это очень серьезно и когда он сам там на день с собой ли своими делами в течение дня он думает я бы хотел чтобы мои любимые тоже дела пошли она нашла себя я и в этом помогу кстати здесь вот мужчина некоторые девочки вот у меня слушает он вам поможет в карьере у него он влиятельный человек он под подымет вас не волнуйтесь не бойтесь ему сказать это попросить его помоги мне в делах помоги мне в моей карьере устрою меня на работу где-то это очень хорошая карта именно он сегодня думал а может быть он даже хлопотал о том чтобы вас где-то устроить или на работу или устроить как-то ваши дела он сегодня хлопотала вас это точно что-то такое думал и он хочет помочь вам он хочет чтобы вас хорошо пошли дела обязательно хочет а вас волнуется знаете когда мужчина хочет чтобы женщина реализовалась и у нее хорошо пошли дела он ее действительно глубоко любит это настоящая любовь когда мы хотим чтобы те люди которые вместе с нами партнеры они сами состоялись в этой жизни чтобы они от нас не зависели а имели свою реализацию себя своей свою карьеру это очень хорошо что он так думает о вас еще одна карта она называется separation и она говорит о том что ему не нравится что вы сейчас отделились друг от друга эти девочки кто сейчас меня должен услышать да он он недоволен этим поэтому смотрите как вот здесь он такой рыцарь он сердце обещает вам свое он говорит что он вернется он недоволен тем что между вами может быть ссора может обстоятельств какие то может ему нужно было уехать куда-то он недоволен что теперь вы далеко друг от друга это для него страдания это для него страдания вот об этом он сегодня думал скучал за вами по этой карте очень скучал и хотел бы чтобы увидеть вас как можно скорее и до встречи произойдет она произойдет довольно скоро судя по всем картам они же работают вместе тоже поэтому я не люблю выбери номер карты работают все вместе тоже девочки я посмотрел совет для всех кстати потому что опять карта будет проигрываться для каждого человека по-своему да посмотрите какой здесь совет и по-английски читается так getting to know each other вам нужно глубже понять друг другу вы еще друг друга мало знаете вот я например с моим мужем больше 30 лет вместе но мы еще друг друга не знаем до конца каждый раз по-новому каждый новый день а по новому мы друг друга узнаем вам нужно еще узнать друг друга нужно приблизиться к друг другу есть дорога к друг другу нужно разговаривать больше нужно больше быть вместе больше друг друга понимать от сердца к сердцу я эти карты немножко так поближе определю чтобы вы могли посмотреть на все вместе покрупнее я сейчас буду заканчивать вот так он думал о вас сегодня замечательно да и карта совета мне особенно понравилось что вам нужно еще глубже понять друг друга потому что еще не все вот не глубоко не до конца вы друг друга еще понимаете но вы будете понимать друг друга намного глубже и намного лучше немножко так вот вот так теперь хорошо видно да вот девочки такой замечательный расклад я сделала и высшие силы рассказали вам все да я выложила а в общем то что высшие силы мне дали четко и точно до капельки я вам все все передала перевела это с эзотерического языка на такой который нам с вами понятен и все рассказала это еще карта это еще да кстати музыка которая звучала звучит здесь это музыка рейки просто для того чтобы вам было приятнее смотреть это же музыка рейки она вызывает высшие силы лучше всегда да так что вот так я всех благодарю за за донат и огромное вам спасибо что вы поддерживаете мою работу если у кого появится желание донат можно послать на моем сайте сайт называется колена тарот дот ком и переход на сайт есть под каждым видео там же можно послушать благодарность вам видео которое я публикую в эксклюзивном доступе пожалуйста послушайте это хорошо это для вас и всем кто не может послать донат я знаю что вы не можете и на моих раскладах делаем все чтобы у вас были финансы и выбрать счастливы я знаю что вы не можете не переживайте пожалуйста поставьте пожалуйста лайк это безденежное спасибо которое тоже очень нужно для того чтобы я продолжала работать для вас в общем доступе и и делать больше раскладов помогать вам быть счастливее в любви всех обожаю люблю подписывайтесь на канал потому что подписка на канал это дружба с блогером я с вами дружу потому что делал расклады я первая с вами дружу и предлагаю вам дружить со мной всем счастья и любви увидимся с вами на моих следующих видео всем пока